Потому что вообще по названию кажется, что это не совсем для программистов и может показаться, что я вообще не программист, а какой-нибудь системный администратор. С такими вещами я с вами к вам прихожу. Но на самом деле нет. Я работаю программистом уже больше 8 лет в Ник Солюшенс и разные проекты бывали. И вот в последнем проекте неожиданно возникли такие вызовы и такие задачи, из-за которых пришлось разбираться вот со всем вот этим. И мне показалось это настолько интересным, что я решил рассказать это всем. Ну, как-то вот так. Теперь это мое хобби и я люблю строить графики всякие разные. Вот. Вообще надо понять для чего, о чем вообще вот эти все слова и как они, какую проблему они пытаются решить. У нас есть приложение на сервере, оно что-то делает. Мы хотим как-то знать, как, насколько эффективно оно работает и в чем его, есть ли у него какие-то проблемы. Ну, в общем, все про него знать. И есть много разных способов об этом узнать. Можно логи вести. Все же ведут логи, там, Apache заглядывает периодически. Ну, большинство людей на самом деле так, ведут логи, но никто на них не смотрит. Можно придумать какую-то систему нотификаций. Если вдруг что-то произошло, нужно отправить e-mail администратору, мол, что-то плохо. Можно профайлить. Ну, вы знаете, что вас тормозит все. Вы приходите с профайлером и начинаете искать ошибки. Можете придумывать такую штуку, как инспекция. Вот такой пример разумный, не разумный, а может быть не сильно известный. Это когда вы подключаетесь к базе данных и можете посмотреть, какие запросы в данный момент выполняются в ней. Вот это инспекция в реальном времени. Вряд ли в веб-приложениях вообще это бывает и используется, но в принципе такой подход, он возможен. Ну и как бы самый главный подход, о котором я хочу сейчас рассказать, это подход сбора статистики. Мне кажется, что сбор статистики позволяет очень много всего определить на ранних этапах. Какие-то проблемы. И вообще для всего, для сбора статистики и для мониторинга всяких, есть очень много разных серверов, не серверов, а сервисов. И за деньги, и даже, наверное, и бесплатные есть. Кто у нас там есть? New Relic, Kmetrics. Кто-нибудь вообще работал с такими сервисами? С New Relic или Kmetrics? Ну, много людей работало, и это неплохо. Почему мы не захотели использовать ни New Relic, ни Kmetrics? Во-первых, это цена. Как оказалось, тот же самый New Relic исходит свою стоимость, высчитывает исходя из того, какой инстанс вы у него попросите. Вот даже самый, казалось бы, не очень мощный инстанс, T2 Medium, это два ядра у процессора, 4 гигабайта оперативной памяти, стоит 75 долларов в месяц. Когда в вашем проекте мониторинг это какая-то последняя там, ну и менеджеры про него ничего не знают, что он у вас есть, то вам никто 75 долларов в месяц не выделит на это. Поэтому не подходит. Ну и Kmetrics тоже около 100 долларов стоит, и 100 долларов это за 5 компьютеров. Если у вас есть 5 серверов в вашем проекте, то вам за 5 серверов нужно платить 100 долларов в месяц. Поэтому цена нас не сильно устроила, потому что мы подумали, может попробуем поднять что-то локальное, чтобы хотя бы понять, надо нам это вообще или нет. Вот затем оказалось, что ни New Relic, ни Kmetrics не дает достаточно гибкости. Очень много вещей приходится, просто нельзя никак собрать какую-то статистику по ним. Это может быть немного голословно, потому что я не очень сильно разбирался в Kmetrics, потому что Kmetrics показался мне сильно сложным вообще. Ну и вообще нам хотелось разобраться в чем-то новом, и мы набрели на такую компанию, которая называется Influx Data. Я в ней не работаю, хотя может после доклада может показаться, что я там работаю и что-то продаю. Ну нет, это большая фирма, которая разрабатывает много разных продуктов. Весь спектр их продуктов называется стеком. Они называют это стектик по первым буквам, называющимся, название про этих продуктов. Это телеграф, Influx, хронограф и капоситор. Весь этот стек, он очень разнообразный, интересный, там много разных функций. Каждый из этих запчастей отвечает за какую-то свою отдельную функцию. Но все вместе они работают, они друг с другом взаимодействуют. Вот такая схема взаимодействия может показаться страшным, но ничего на самом деле страшного. Есть фаза сбора данных, мы тут как-то их собираем с помощью каких-то сервисов, там откуда-то, там у вас есть ваше приложение, на которое заходят пользователи, логинятся. Там есть системные данные, когда загрузка процессора или память оперативная расходуется на сервере. Ну, возможно, у вас какое-нибудь есть устройство, которое снимает датчиком температуру. Ну, вряд ли вы, конечно, в вебе такое встретите, но может быть у кого-то и есть, я не знаю. Вот. Затем мы это все храним где-то в таком месте, как time-series database, то есть база данных, в которой хранятся time-series данные. И визуализируем. И у нас еще есть третья фаза, это когда после того, как мы обнаружили, что статистика как-то не соответствует нашим ожиданиям, мы должны принять решение о том, что пора перезапустить сервер, или, может быть, надо отправить сертификацию админу, или в Telegram его написать, или в Slack, или еще куда-нибудь. Вот та часть, которая отвечает за мониторинг, это тоже отдельная. Кто в этом всем? Кто? Телеграф отвечает за сбор данных, инфлюкс за хранение, кронограф за визуализацию и капоситор за действие и принятие решений. Мы решили, что мы не пойдем таким простым путем, нам не нужен целиком весь тикстэк, и мы взяли другую утилиту, которая называется графана. Почему мы не стали пользоваться хронографом? Потому что в тот момент, когда мы его захотели воспользоваться, он был еще в бете. И нам показалось, что телеграфа вообще даже не существовало, инфлюкс уже есть, и он работает. И его хвалят, он хорош. А вот хронограф и капоситор, они вообще неизвестны. Поэтому давайте мы возьмем то, что уже себя зарекомендовало. Ну и то, что себя зарекомендовало, это была графана. Она выполняет функции и хронографа, и капоситора. То есть она умеет визуализировать данные и, если что, отправлять алерты, нотификации пользователю. Сейчас я попробую пройтись вкратце, по составляющим, как работает каждая из этих запчастей. Начнем с такой, самое главное, наверное, это то, где мы храним. Что такое инфлюкс? Инфлюкс — это Time Series Database. Такая специальная база данных, которая не совсем обычная база данных. Во-первых, у нее она нацелена на то, чтобы хранить данные, привязанные ко времени. Из названия это очевидно. Во-вторых, она рассчитана на то, чтобы хранить огромное количество данных. Не в тех масштабах даже, как мы можем себе представить, в Монге говорят миллиард строк. Нет, здесь цифры больше гораздо. И ее основное преимущество в том, что после того, как вы эти данные туда положили, вы можете потом очень быстро получить сеты данных обратно, чтобы строить графики по ним. В принципе, на этом все. Это то, что дает вам преимущество. С обратной стороны торчат всякие разные минусы. Вы не можете, если вы данные положили уже в эту Time Series баз данных, вы не можете их оттуда удалить. Вот вообще никак. Только целиком всю таблицу, в которой они лежали. Вы не можете никак их редактировать, только дописывать новые. Там нет как таковой схемы вообще. Вот в Монге еще хоть как-то там можно как-то. Тут вообще схемы нет. Вы туда записали данные в одной схеме, потом записали в другой. У вас раз у старых данных появились колонки, которых не было никогда. Ну, в общем, много разных вещей, но все эти минусы для Time Series баз данных вообще никак не роялят. Они не проблемы. Потому что, исходя из специфики использования, мы хотим хранить просто триллионы строчек, маленьких циферок, из которых потом строить графики. Перескочил слайд. Постоянная запись. Привязка ко времени занимает мало места. Еще важный момент про то, что все это занимает очень мало места. Наша база данных, которая хранит статистику по нашим четырем серверам. За около двух месяцев она работает. И, ну, конечно, сложно себе представить количество строк, которые в ней. Я не могу сейчас оценить даже в миллионах или миллиардах, сколько там их штук. Но она занимает всего 2 гигабайта. Это не очень много, как мне кажется. Это различная всякая своеобразная статистика по работе нашего проекта. И вы потом увидите, какие интересные графики получаются. Вы понимаете, что 2 гигабайта для того, чтобы получить, ну, как, заплатить 2 гигабайтами, для того, чтобы получить такой интересный сервис данных, это, по-моему, ничто. Такая вот табличка, где рассказано, что Influx на первом месте среди всех там сервис баз данных. На апрель 2017 года. Не знаю, с большим ли отрывом. Но, как видите, соревнование большое. И вот все вот эти названия, я их, если честно, никогда до использования Influx не встречал. Я оказался в таком вакууме информационном. Я не знал вообще, что столько всего есть. Ну, поэтому можно объяснить наш выбор. Мы хотели выбрать что-то, что уже зарекомендовало себя хоть как-то. Вот поэтому мы выбрали Influx. Как выглядит сама эта база данных? У нее очень типичная API, очень похожая на Elasticsearch, кстати. У нее SQL-like интерфейс. Вы пишете запросы, и очень похожи на запросы, как вы пишете в MySQL. И очень легко установить просто апгетом. Или если вы на Debian, апгетинстал, хоп, у вас запущенный Influx. Очень быстрый. Что значит очень быстрый? Это значит, что когда вы записали что-нибудь туда, то данные, которые будут доступны для построения графиков, будут доступны уже через менее чем через 100 миллисекунд. Ну, это эффективная такая штука. У него есть веб-интерфейс, через который можно все делать. То есть вам не нужен специальный клиент, как для MySQL. То есть у него pkpMyAdmin встроен прямо внутрь самого этого Influx. А ближайший аналог это pkpMyAdmin. Такая вот же картиночка, как мы для Elasticsearch видели сравнение таблиц, только я здесь не написал соответствующие термины из реляционных баз данных. Тоже есть базы данных. В Influx это тоже база данных, датабазис. В обычной базе данных у нас там есть таблицы, здесь у нас есть measurements, измерения. Мы что-то меряем. В обычной базе данных у нас есть колоночки, в Influx у нас есть теги и поля. И есть еще дополнительная вещь такая, как retention policy. Это правило, по которым нужно старое добро удалять. Оно нам не нужно. Нам все-таки, мы все-таки не безлимитное хранилище у нас, поэтому данных статистических будет, может быть, очень много, поэтому нужно вот retention policy настраивать. Стандартная retention policy разумная. То есть вы можете там в течение трех или двух месяцев точно, я сейчас не вспомню, сколько оно хранит. Вот примерно так выглядит веб-интерфейс. Не знаю, насколько там видно с дальних рядов. Ну, запросец можно написать вот тут вот вверху. И это результат ответа. Очень примитивный веб-интерфейс на самом деле, но от него и большего не требуется. Вам нужно написать запрос и посмотреть примерно, что будет ответ. Потому что в этом веб-интерфейсе вы обычно дебажите, вы не пишете какие-то сложные вещи, в нем он просто для удобства сделан. Например, можно посмотреть, какие есть теги у измерения CPU. Ну, запрос такой. Show case from CPU. CPU в нашем случае это измерение или таблица. То есть у нас есть таблица CPU, в которой у нас хранятся записи о значениях загрузки процессора для какого-то хоста и для какого-то конкретного ядра процессора. Тут еще справа я попытался показать, как выглядят пресеты. То есть кнопочка такая query templates. Оно просто помогает вам помнить все термины инфлюкса, чтобы вы могли не заглядывать в документацию, чтобы написать запрос какой-то простой. Например, show measurements. Это показать список таблиц. То есть что мы вообще измеряем, какие у нас есть измерения. Или show tag case, show tag values. Я чуть подробно объясню, чем отличаются теги от значений. Когда вы измеряете, например, температуру, у вас есть непосредственное значение, сколько-то градусов, а есть дополнительные поля, которые связывают это значение с другими сущностями. Например, номер градусника или может быть что-нибудь еще. Но в случае с измерением загрузки процессора это может быть машина, идентификатор компьютера, на котором вы измеряете эту цифру. Или если там много процессоров, то номер процессора тоже будет тегом. Вот надо понимать, где-то есть теги, а где-то есть значения. Так, ну вот пример запроса, который показывает нам последних 10 записей, собранных по измерению загрузки процессора. Вот как вы видите, на одно измерение CPU у нас есть много разных полей. Есть usage system, usage still, usage soft RQ, много разных параметров. Usage idle. То есть мы видим, что статистика подробная собирается по каждому критерию. То есть сколько процентов у нас процессора занимает каждый тип нагрузки. И есть два тега, CPU и хост. То есть мы видим, что тут есть, ну тут видно, что хостом является такой хост cppt-web. Ну это один из наших серверов, у него такой идентификатор cppt-web. А есть вот один из хостов cppt-mon-go. Или cppt-mon-go-new называется. То есть мы собираем в одну и ту же таблицу, мы пишем статистику по CPU от разных компьютеров. И потом можем выбирать. Так, немножко поспешил. В принципе на этом про influx все. Он хранит. Как видите, не сильно сложная штука, просто в нее табличечки, измерения. Вы храните, и дальше вы можете потом делать к этим вещам запросы, чтобы построить график. Но откуда эти данные там возьмутся? Это же только хранилище. Вот в этот момент вам понадобится второй кусочек стека. Это телеграф. Телеграф собирает данные. У него есть множество таких вещей, не множество таких вещей, а множество плагинов. Неправильно я выбрал цвет шрифта, потому что очень непонятно, на самом деле, что там написано. Даже мне, вот когда я здесь рядом стою. Но я так поперечисляю. Плагин — это штука такая в настройках телеграфа, которая может считывать какое-то циферное значение из ресурса. Например, есть плагин CPU, который и занимается тем, что на компьютере узнает, сколько загрузка CPU какого, ну, разного типа. Или, например, есть такой плагин, как пинг. Он может пинговать какой-то компьютер и измерять время ответа. И сохранять все это время. Все это сохранять будет в инфлюкс. HDD Temp — температура винчестера. HubRoxy — если вы пользовались HubRoxy, вы сможете собирать с него статистику всякую интересную. Есть Nginx — можно мерять время ответов. Есть PHP-FPM — как он работает, измерять его характеристики, сколько он оперативной памяти съел, как быстро он отвечал. Postgres, например, который собирает статистику по запросам. В общем, плагинов тьма, даже если какого-то плагина для вашего сервиса нет, вы всегда можете использовать плагин, как-то он тут называется, сокет. То есть туда просто можно на сокет писать данные и он в определенном формате. Там есть спецификация и данные будут собираться и отправляться в инфлюкс. Ну и как бы третий кусочек из этого всего. Тот, кто будет те данные, которые вы накопили с помощью телеграфа и сложили в инфлюкс, визуализировать. Это графана. Собственно говоря, это центр всей визуализации. То, что менеджеры потом смотрят и говорят вау. Значит, я тут попробовал перечислить, из каких кусочков оно состоит. Вот просто запомните эти вещи. Дашборды, строки, панели, плагины, всякие вещи с функциями, какие у него есть дополнительные возможности аутентификации через LDAP, экспорты, лайв-режим. Но это все неинтересно. Вот самое главное, это ссылка на Play Grafana.org. Вы туда зайдете и посмотрите, что можно с помощью этой штуки визуализировать. Ее точно так же легко установить как инфлюкс. Вы просто говорите, обгарит на стол графана, и у вас появляется невероятная веб-морда со всякими вещами. Вот так это выглядит у них на сайте. всякие разные типы графиков, столчатые там, стеки, что хочешь. И тут есть ссылочки на всякие другие виды графиков. Я тут так обзорно покажу. Это дашборд одного из наших проектов. Вот он показывает нам, сколько одновременно сейчас сидит пользователей по SSH, сколько ядер, ну это такая просто информация, но все равно. Сколько ядер процессора, сколько процессов сейчас в данный момент работает, загрузка лода в Раджи за последние 5 минут, оптайм 2 недели, вот у нас есть сколько потоков, сколько свободных инод на диске дата, сколько места свободного. Тут же внизу есть графики этого же свободного места. Вот такая загрузка там по сети, то есть можно смотреть, как это все выглядит. И самое клевое, что все вот эти вот штуки, все эти графики, можно зайти и поредактировать каждый из них отдельно, очень дотошно настроить, добавить на него свою метрику какую-то, чтобы сравнивать. Это все в реальном времени, да. И я сейчас вот тут покажу, здесь не очень, может быть, из-за того, что разрешение проектора не очень большое, поэтому тут не видно циферок, но тут видно, например, что это 21 час, а там вот это 12 часов. То есть это примерно за сутки загрузка по трафику. И это рисуется в доли секунд. Вот так выглядит экран редактирования графика. Вы здесь можете попробовать написать свой запрос. Тут есть три запроса. Это значит, что на графике будет три линии. И каждый из этих запросов будет рисовать свою линию. И, значит, что мы тут делаем? Мы говорим, давайте я сейчас немного объясню, почему их тут, почему один выглядит вот так, а другой выглядит, вот так. В строке B и C это просто мы показываем, как выглядит итоговый запрос, который отправится в Influx, на основе которого будет построен график. А в строке A мы попробовали его открыть для редактирования. Режим редактирования, он такой графический, то есть можно здесь увидеть какие-то отдельные запчасти запроса. Очень похоже на SQL-запрос, опять же, только у него все операторы, видите, они синеньким выделены, вы их не можете менять, а вот аргументы, которые будут переданы, вы их можете, если клацнете по нему, вы можете поредактировать. Еще тут есть интересная часть, это параметр, который в виде аргумента, то есть вы хотите, вы хотите посмотреть загрузку процессора для определенного хоста, но для какого хоста? Для того хоста, который вы выбрали вверху, в дропдаунах. То есть вы сначала описали переменные, которые вы можете выбирать, и у вас они появились в виде дропдаунов. И теперь вы можете эту переменную использовать в запросе. И в зависимости от того, что вы там выберете, график поменяется моментально. Вот. Вот так выглядит этот график. Тут три линии. Есть зеленая, это загрузка пользовательская, то есть как непосредственно наши процессы работают, желтенькая системная, а голубенькая это иовейт. Вот иовейт это плохо, потому что если у вас процессор занимается иовейтом, это нехорошо. Тут видно, как у нас был момент, когда мы не измеряли ничего, но оно соединило точки графика. Что я тут пытался изобразить? А, я попытался изобразить два вида графика. Первый вариант, как видите, такой прерывистый очень сильно, и он прям вот, ну, видно, как его телепает очень сильно. Но, и что я выбираю? Я говорю, покажи мне, пожалуйста, значение на графике из параметра, из поля usage user. ну, то есть у измерения CPU есть поле usage user. И мы его рисуем. А теперь я добавляю, вот здесь вот я добавил, агрегацию. Moving Average. Таким образом, у него параметры 10. Я сглаживаю этот график путем рисования на графике только среднего за последние 10 измерений. То есть я вот измерил 10 штучек и нарисовал точку, измерил 10 штучек и нарисовал точку. Тогда график получается не такой, ну, не так телепается, более плавно выглядит. Это просто, чтобы вы понимали, какие возможности по агрегации есть. Их на самом деле вот здесь вот функции агрегации очень много, ну, так около 20 разных. Вы можете там и там, ну, лучше посмотреть самому, чтобы понять, какие они есть. пример того, как графана, инфлюкс, телеграфа могли нам разобраться с какими-то проблемами. У нас есть вот такой интересный дашборд, который показывает статистику по пасгрессу. Здесь интересная часть, это вот эта часть с транзакциями. Транзакции, как вы видите, здесь график за 30 дней или за 40. И вот в какой-то зелененьким показан на графике видны транзакции, которые коммит, то есть они совершились удачно. А желтенькими видны роллбековые транзакции. Мы знаем, что транзакции иногда роллбечатся, потому что, ну, такая природа пасгресса, там они иногда роллбечатся из-за конкурентности. Это не страшно, в приложении это предусмотрено, и мы знаем, что такая интенсивность роллбеков считается нормой. Но вот здесь вот седьмого числа произошло что-то странное, и количество роллбеков было просто запредельное, практически равнялось коммитам. Когда мы на графике это увидели, мы… А приложение себя никак не выдает в этой ситуации. Просто роллбеки идут, все, ничего не понятно. Почему? Только увидев вот этот всплеск на графике, мы решили пойти и посмотреть, а что же все-таки происходит. В логах ничего не было. Вот эта ошибка, она никак не проявляла себя. Но на графике было видно, что роллбеки идут, и что же происходит. Мы полезли, посмотрели, запустили профайлер для постгресса, поняли, что определенный тип запроса приводит к ошибке, быстренько его исправили, и дальше все пошло хорошо. Опять. Даже не знаю, смогли бы ли мы быстро среагировать, если бы у нас не было вот такого мониторинга. Вот честно, не знаю. Второй такой интересный пример это график на другом из серверов загрузка по оперативной памяти. Мало того, здесь одновременно, тут много разных вещей показано, это свободное место на диске и загрузка по оперативной памяти. Тоже за 40 дней. И, как вы видите, оперативная память практически не использовалась. Ну как, использовалась, ну там 5 из 16 гигабайт. Не так уж и много, как бы разумные. И видно, что нагрузка такая какая-то, она пикообразная, но потом что-то начинает происходить, вот 14 числа, и просто оперативы начинают использоваться запредельно. Тут даже есть момент, когда мы не измеряем ничего, мы пытаемся понять, почему это происходит, почему оперативная память внезапно начала так съедаться. Мы предпринимали много разных попыток, это заняло неделю на инвестии, чтобы понять, что на самом деле, дело в том, что нода обновилась, и в ней была утечка памяти. И вот 30 числа вышел апдейт к ноде, который исправлял эту утечку памяти, и смотрите, как потребление сразу исправилось. Никаких проблем. А вот эта вещь, почему в момент, когда была утечка памяти, загрузка на диске, свободное место на диске уменьшается? Потому что логи начинают писаться усиленно, и в логах очень много строчек нерелевантных. Ну, такая вот дичь. Вы скажете, телеграф, это все интересно, можно собирать память, там загрузку по CPU, ну, кому это надо? Хочется мерить свои какие-то значения? Вот у меня, например, количество логинов, например, я хочу померить, как пользователи заходят, или как они регистрируются. Это все очень легко. Если вы пишете на JavaScript, у вас есть библиотека, инфлюкс, нода инфлюкс, вы ее просто ставите через npm, подключаете, вот так выглядит код, который описывает, куда подключиться, какой базе данных, какие будут у вас теги. обычно используют тег хост, чтобы идентифицировать, с какого сервера пришла циферка. Ну, и дальше вы описываете название измерения, response times, например, и какие у него есть поля, путь и duration. Это такой стандартный пример. Мы здесь показываем, с какой скоростью, ну, как часто и как быстро сервер отдает ответы. И вот это мы описали, а потом в другом месте где-то мы говорим write points, то есть мы записываем какое-то измерение. Время измерения называется response times, которое мы здесь описали, и сколько у нас, чего произошло там. Duration какой-то, есть переменная duration, в которой записано время, за которое сервер ответил. Если вы пишете на PHP, все то же самое, ничем практически не отличается. Библиотека называется influx.php, как несложно надо даться. Есть в композере. Точно так же мы описываем point сначала. Это массивчик, там new point, опять же request times, тоже теги, тоже поля дополнительные. Есть один маленький как бы хак. Для PHP-шной версии почему-то время нужно указывать, за какой момент времени вы измерили. То есть факт отправки не является временной точкой, поэтому вам приходится как-то узнать время. И время нужно узнать в наносекундах, а PHP нет возможности узнать время в наносекундах, поэтому приходится делать exec, чтобы получить эту цифру. Возможно, есть какой-то более изящный способ, но это то, что написано в документации. Они рекомендуют, чтобы узнать момент времени для считывания, выполнить exec. Нет, это на самом деле не очень хорошо. Я думаю, что нужен какой-то хороший, более удачный способ. Ну и потом write points опять тоже. в настройках подключения к базе данных, ну к инфлюксу, вы можете указать количество времени, которое нужно ждать, пока накопится нужное количество данных. Чтобы не флудить множеством запросов в сервер, вы отправляете, например, вашу статистику раз в две секунды, например. Тогда у вас запрос в инфлюкс будет уходить, ну сколько за две секунды накопилось, он тут же отправил. Накопилось, отправил. Какие вещи, как мне показалось, подводными камнями у инфлюкса и вообще у всех этих вещей. Ну, про время в PHP я уже сказал. У инфлюкса в инструкции прямо написано храните ваш инфлюкс с базой данных на SSD. Мне удалось это ограничение обойти. Каким образом? Сначала я поставил инфлюкс на свой обычный компьютер, у меня был обычный винчестер, там все сложно с ресурсами, не очень мощный компьютер был. Он работал, 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 а потом я в той же графане внезапно увидел, что загрузка процессора просто запредельная и диск очень сильно тоже загружен. Я подумал, надо что-то чинить. Я полезен читать инструкцию по инфлюксу, обнаружил, что надо хранить на SSD. Я понял, что, наверное, инфлюкс как-то по-особенному использует ресурсы винчестера. Надо что-то с этим делать. Ну и на каком-то из форумов я нашел инструкцию, что можно перемонтировать диск, на котором хранится ваша данная с инфлюксом, там с особенным режимом, тогда данные будут буферизироваться, а на диск сбрасываться будут реже. И тогда, в принципе, это должно решить проблему загрузки. И таким образом, ну, как мне кажется, для тестовых вещей, для того, чтобы попробовать, вовсе не обязательно на SSD. Вы можете просто особенным образом примонтировать ваш винчестер, и он тогда вот будет все еще работать. Второй важный момент. У инфлюкса нет схемы в таблицах. Какие поля вы туда запишите, такие и будут. И в связи с этим, во время разработки очень легко сделать такую коллекцию с данными, которая будет содержать много мусорных данных, которые у вас появились там просто, пока вы тестировали. А что с ними потом делать? Они будут как-то, они там будут висеть. Особенно это касается тегов. Теги никуда не удаляются, а их, эти теги вы потом можете захотеть использовать в графане для того, чтобы в дропдауне их показать, как один из вариантов выбора. И они у вас там будут висеть, никак их не удалить. Поэтому мы придумали такое маленькое решение. Пока ты пробуешь, пока ты разрабатываешь, называй свои измерения с подчеркиваниями. Это значит, что это пробные версии измерений. Ты просто пробуешь померить что-то. А когда ты уже все оттестировал, все отдебажил, переименовываешь его, убираешь подчеркивание, и у тебя все красиво пишется. А то измерение, которое с подчеркиванием, потом просто удаляешь. Ссылки. Не знаю, как хорошо видно. Голубой опять этот свет почему-то выбран. Не знаю. Grafano.com и play.grafano.com Вот зайдите и просто посмотрите, какие виды графиков можно рисовать, и как быстро они рисуются. И для этого не нужны суперресурсы. Благодаря вот этому инфлюксу и тайм-серия с базой данных графики строятся просто моментально. Это выглядит удивительно. Особенно, если вы имели дело хоть раз когда-нибудь с Cacti. Cacti – это такая система очень старая, древняя, на перле написанная, которая рисует графики оффлайнов. Она заранее их рисует, складывает в папочку, а вам потом показывает веб-интерфейс, чтобы вы могли по ним ходить, смотреть. А здесь это все онлайн, реалфаймово. Это невероятно. Ну, по крайней мере, для меня. Все продукты инфлюксдата на сайте инфлюксдата можно посмотреть. Возможно, вместо графаны вы захотите использовать хронограф и гопаситер. Это тоже клевые штуки. Теперь они уже вышли из бета и уже достаточно выглядят как интересные продукты. У инфлюкса есть джитхаб, чем, собственно, он и подкупает. Вот если зайти на джитхаб инфлюкса, можно посмотреть, что там есть библиотеки и вообще для всех языков. Наверное, для всех. Я так посмотрел, листал, листал. Там дофига. И для Ruby, и для PHP, и для Node. Что я хочу. И мой твиттер. Я не знаю, зачем он вам нужен. Вопросы задавать. Так, там много вопросов. Я не задумал, что будет много вопросов. Я хотел все ответить сразу. Добрый день. Или вечер уже, точнее, спасибо за доклад. Интересные вещи были, на мой взгляд, рассказаны. Но у меня возник вопрос, связанный с данными, удалениями данных. В самом начале вы сказали, что данные нельзя удалять, а потом в течение доклада несколько раз упомянули о том, что можно удалить, нужно удалить и про retention policy. То есть это тоже, по сути, удаление данных. Да. Я немного, я слукавил. Нельзя удалить, если вы хотите удалить только кусочек. У вас есть измерение, например, какая-то таблица, в которой лежат записи по значениям количества памяти занятой. И у вас есть статистика, и там в этой таблице хранятся данные с января по текущий момент времени. Вы не можете удалить только за январь. Вы либо можете удалить все измерение целиком, всю таблицу, либо сделать запрос, который создаст новое измерение с лимитом, возьмет в качестве данных результат этого запроса и запишет в новое измерение, а потом старое удалить. То есть вот очень сложный механизм удаления. Он такой просто не январь. По сути, скопировать только часть данных, а старую удропнуть. Да, вот такой вот способ есть. Зачем Twitter? Потому что, возможно, кто-нибудь захочет задать вопрос. Потом, когда он придет в голову, что ой, черт, я хотел спросить. Да, ну, у меня, мабуть, будет не запитание, а чисто доповнение, как альтернатива до вашей версии, до вашей инфраструктуры. Если вы уже используете Elasticsearch, можно аналогичную систему построить за допомогою не InfluxDB, а за допомогою Elasticsearch. В Elasticsearch есть Kibana для малювания графики и структура там, наверное, Beats, Lockstash, Elasticsearch, самая база данных, Kibana для малювания графики, ну и XPAC для всяких там экшенов, то есть, я тебе показал, то есть, для слеков, для, не знаю, Я еще немного расширю этот комментарий, потому что, мне кажется, это важно. Вот, как вы видели, заменители Influx целая таблица. Так вот, заменители каждого кусочка в этом стеке тоже целая таблица, я их просто не приводил. Есть и много разных заменителей Telegraph, которые собирают статистику системную. Есть много разных графических тузовин, которые реагируют на события и там делают их, ну, в общем, много разных вещей есть. Просто так вот получается, что мы эту юзаем. И графана умеет работать с Elasticsearch вместо Kibana. У нее даже название такое созвучное. Что-то в этом есть. Спасибо за доклад. У меня несколько вопросов есть. Значит, первый, вы упоминали, что в Telegraph есть масса плагинов. Да. Ну и сокет, как универсальный инструмент, если мы ничего не нашли подходящего. Правильно? Может быть, там есть еще и фильтры какие-нибудь, чтобы отсекать данные с уже имеющимися плагинами? Наверное, есть, но обычно это настройки как плагина. То есть, вот если, например, посмотреть плагин, который для Postgres, там у каждого плагина есть часть в конфигурационном файле, где вы описываете, что вы хотите собирать. Вот у Postgres, у него там большой такой блок, где вы говорите, хочу собирать статистику по транзакциям, по количеству запросов, по инсертом, по вот этим вещам. А можете какие-то части закомментировать, что я вот этого не хочу. Ну и как бы будет работать как фильтр. Но, наверное, для сокета это будет сложно. Вам просто проще в сокет писать только то, что вам надо. А для тех плагинов, которые уже сделаны, ну там разумные есть какие-то ограничения, фильтры, чтобы не все собирать. Второй вопрос. Можно ли использовать, ну или есть такой инструмент, есть ли такой инструмент, чтобы бороться, допустим, с атакой? Управляя IP-тейбл, ну что-нибудь для девопса. Ну допустим, вот мы агрегируем, видим, что… А, да, реакция, реакция. Да. Я не пользовался этим, но вот в стеке influx-даты капоситор, по идее, должен этим заниматься. Он должен не только уметь отправить нотификацию, а, например, сказать, ой-ой-ой, ты что-то много запросов валит из какого-то чувака, надо его в IP-тейбл добавить. Это сработает. И третий вопрос у меня. Существует ли API для бэкэндеров, чтобы можно было в свои таблицы уже собирать агрегиновые. У influx-а, у influx-а, поскольку у него интерфейс рестовый, то вообще можно просто напрямую через рестовый интерфейс общаться, но все библиотеки, которые есть у них на JitHub, в том числе и PHP-шная библиотека, и JavaScript-овая, они умеют не только записывать данные, а и делать запросы к этим данным. То есть можно написать SQL-запрос, аналог SQL-запрос, похожий на SQL-запрос, и он вам вернет массив данных, которые вы сами может захотите как-то визуализировать. Спасибо. А может не визуализировать, может у вас такие данные, вы хотите их хранить. А вот вопрос такой, не знаю, вам приходилось, может кому-то приходилось, как вот эту штуку использовать, там, например, с докерами, кубернетцами, это там в каждом поде, в каждом контейнере или в каждой ноде, где мы всю эту штуку запускаем, где вот, где телеграф будет стоять. Можно запускать, вообще есть уже докер-контейнеры, готовые образы, и для почти всего, ну, и для в том числе и для инфлюкса, и для телеграфа, но мне показалось это не очень удобным. Я сначала пользовался именно докер-контейнером, который все, там внутри все было настроено, типа сразу телеграф, инфлюкс, а потом я понял, что мне вообще-то не везде это надо, мне нужен, на некоторых компьютерах мне нужен только сборщик, только телеграф, а на некоторых компьютерах я хочу только визуализировать, а на некоторых только хранить, вот, и поэтому вот этот вот докер, это больше для того, чтобы попробовать, а для продакшена, ну, это уже, конечно, тема для другого доклада, это лично мое мнение, я считаю, что докер для продакшена не подходит из-за своей неустойчивости, А кубернетис, который, собственно, поднимет докер. Ну ладно, это отдельная тема. Спасибо. Большое спасибо вам за доклад и отдельное большое спасибо, что о такой вещи, как сбор статистики, вы рассказали очень увлекательно на реальных примерах. Мой вопрос заключается в том, что, как я понял, инфлюкс, он не лишен недостатков, вы сами об этом сказали, достаточно требовательный, SSD он требует. И вообще весь стэк такая достаточно сложная структура, как мне показалось, для использования на каком-то локальном компьютере, ну просто для своих нужд, как для разработчика. То есть посмотреть, что кушается много, что не кушается. Может посоветуете какой-нибудь более облегченный вариант всего этого стэка? Облегченный вариант для попробовать это докер. Как уже сказали, вы ставите докер, ставите уже готовый образ, все у вас собирается, сразу показывается. Ну, как я еще говорю, как бы мне показалось, что проще добавить репозиторий инфлюкс даты в Debian, ну легко добавить репозиторий, сказать apt-get install influx и в принципе все. Больше никаких дополнительных настроек не надо делать. Так же и с телеграфом. apt-get install telegraph, он у вас работает. Ну, в докере вы делаете практически то же самое. Вы говорите докер, что crate, минус-минус run, там длинная какая-то команда. Она даже, наверное, более сложная для понимания, чем apt-get. Ну, да, оно там где-то внутри спрятано. apt-get сам не поставит зависимости. Ну, как бы слишком простая настройка, чтобы заворачивать ее в докер. Вот что я хочу сказать. Спасибо. Вы говорите просто про немного разные вещи. То есть докер файл это то, что исполнится непосредственно в самом контейнере. То есть если в нем, вот это и был вопрос, где должен в случае микросервисов быть установлен телеграф? В контейнере и трекать все состояния, которые внутри контейнера происходят? Или же на хост-машине, которая держит на себе эту массу контейнеров? Вы знаете, это очень интересная вещь, потому что когда я во многих статьях видел, что телеграф запускают именно в контейнере. И для того, чтобы мерять статистику с хост-машины. И я, если честно, не понял, как это происходит. Я тоже думал, что контейнеру доступны только те ресурсы, которые ему выделил докер. Но, видимо, как-то он может получать информацию и о хост-машине. Если просто на хосте запустишь топ, там у тебя будет весь список процессов. Да, его видно, но я думал, что ядро всей эмуляции контейнеровой, оно как-то ограничивает ресурсы доступные. И, соответственно, он увидит только то, что ему ограничили. Это я так думал. Хорошо, второй вопрос. Ну, скорее всего, на гуглю, но все же вдруг видел. Можно ли, скажем так, наложить графики по двум тегам? То есть, допустим, у меня есть N количество сервисов. Мне нужно взять два из них, сравнить, было ли, скажем, между их падениями какие-либо взаимодействия. Да, на одном и том же графике можно сделать запрос к разным измерениям вообще и с разными тегами. Наложить. Они наложатся, да. И мало того, ты можешь выбрать и цвет линий, и прозрачность, и чтобы в случае пересечения там был какой-то в пик, и там оно тебе будет показывать, и вот пересеклось здесь. Ну, в общем, там разные виды. Это лико. И последнее, быстро. А можешь, пожалуйста, отмотать на код, где ты добавлял поинты? Кого? Вот это да. Спасибо за лигатуры, круто. Зафира код? Лигатуры. А, за лигатуры. Ну, зафира код. Знаете, как сложно в презентации встроить шрифт с лигатурами? Еще можно один вопрос? Я знаю. Какие есть инструменты для логирования, для ротации логов? Ну, например, мы ходим логи, там, да, логи периодически происходят ротации, архивация их. Что-то есть, какие-то инструменты? Конечно, есть, но это не про эту систему, как бы, не про этот стек. Есть лог-ротейт в Линуксе стандартная, утилиста, которая просто, вы говорите, вот здесь папочка, вот регулярочка, по которой матчить файлик с именем лога, вот правила, по которым его архивировать и в каких ситуациях его запускать. Ну, да, там есть это, а поддержка в InfluxDB есть такое? В InfluxDB есть такое или нет? Это не касается Influx, Influx только для визуализации. Ну, то есть для хранения он хранит статистику, а логи это другая запчасть. Спасибо, хорошо. Я, кстати, вот еще интересно сейчас вспомнил пример, где нам, ну, это слишком очевидный, конечно, пример, где эта вся система нам очень сильно помогла. Когда я начал работать над этим проектом, мы платили за Amazon в районе 1400 долларов в месяц. Ну, вот там было у нас несколько серверов, каждый из них там что-то делал. И удивительно, но никто не знал, для чего такие сервера нам нужны. Вот после того, как мы добавили графану, собрали статистику, мы смогли уменьшить типы инстансов, уменьшить количество инстансов до того, что мы платим теперь 700 долларов в месяц. Просто потому, что мы собрали статистику и знаем, сколько нам нужно ресурсов. Это полезно. Спасибо за доклад. По ходу доклада появился такой вопрос. Вы сказали, что мы можем эти поинты, мы их можем собирать и задать какое-то время, какую-то периодичность записи их в базу, да? Смотрите, а каким образом будут храниться эти поинты, где они будут храниться? Для ноды, если это на ноде, они хранятся прямо где-то в оперативной памяти и, возможно, есть какой-то другой способ. Я не разбирался. Для PHP я не знаю точно. Я думаю, что тоже, наверное, в оперативе. А насколько это помогает снизить нагрузку на ресурсы? Это позволяет снизить нагрузку на influx, чтобы его не бомбардировали огромным количеством запросов. Там, мало того, для того, чтобы снизить эту нагрузку, у него есть много разных интерфейсов. Вот стандартный интерфейс, он рестовый, но есть специальный интерфейс на UDP, который позволяет писать вообще запредельное количество данных. Он легковесный и не нужно там… На UDP протоколе просто можно сделать так, чтобы, в общем, это не тратилось много ресурсов на обслуживание. Поэтому, если нужно много-много-много-много, то UDP использует просто. Ну, я так понимаю, если большую задержку поставить, соберется больше данных, чем система может сохранить временно, то они пропадают, да? Я не сталкивался с ситуацией, когда она не могла сохранить. Мало того, я сталкивался с другой ситуацией, когда у нас, ну вот буквально сегодня мы переезжали с этажа на этаж, я просто выключил сервер с influx, перенес его вниз, включил, оказалось, что на этом этаже другой IP-шник у сервера. И сбор статистики не работал. Я пока написал заявку администратору, сказал, говорю, там мне нужно поменять IP-шник, верните мне его старый. Он сказал, что это нельзя сделать, мы долго разбирались. Ну, короче, спустя полчаса сервер вернулся в строй, который с influxом. Я зашел в графану, смотрю, графики все есть. Просто все телеграфы, которые пишут в него, они просто подождали все это время. И в какой-то, когда сервер вышел в онлайн, они в прыг и сбросили все данные, которые накопились за полчаса. А там много данных. То есть это не сильно, как бы много занимает ресурсов. Я понял, спасибо. Спасибо еще раз за доклад. Вот можно этот неловкий момент с экзеком наносекундами. Это вот здесь комментария только для линукса, windows, mazda, да? Ну, потому что наносекундами в виндовсе нет. Нет способа получить. Да, без вариантов, да? Ну, если честно, я на PHP довольно долго не пишу уже. Поэтому я не стал разбираться. Я зашел в инструкцию, просто скопировал пример, а потом я вчитался в него и вижу вот эту запись. Думаю, надо обратить на это внимание. Полез, почитал. Интересно, а как же они будут решать эту проблему? Ну, ладно. Так и подумал. Ну, я думаю, что должен быть способ какой-то более разумный. Потому что экзек – это же совсем не вариант. Спасибо. Есть вариант 3 нолика как-то. А, можно записать 3 нолика, да? Там есть, вот там вот вторым аргументом во write points вообще-то передается, как это, precision, то есть точь-точность. И можно задать ему, что ты хочешь отсылать не в наносекундах, а в секундах. И туда не использовать экзек, а просто date. Ну, как бы не будет так точно. Иногда хочется очень точно просто. Так, еще там человек спрашивает что-то в конце. Большое спасибо, Дмитрий, за доклад. Такой вопрос. Какую нагрузку непосредственно дает наличие этого стека на сервере? Телеграф вообще ничего не занимает. У нас самый маленький инстанс на Амазоне – это T2 micro или T2 nano. Вот на нем можно запустить, и он будет все равно работать. Там, ну, как это, полгигабайта оперативной памяти и одно ядро. И все равно на нем работает незаметно. Вот это сам телеграф. А вот инфлюкс, конечно, будет нормально так поджирать. Ну, ему, во-первых, ему больше важен даже не процессор и не оперативная память, а больше диск важен, чтобы диск был быстрый. Это важно. А вы заметили вот какой-то простой там, то есть я имею в виду метрику EoWate? То есть добавилось ли какое-то время к EoWate при запуске этого большущего стека? Ну, он не сильно большой, он незаметно этого, нет. Тот компьютер, на котором у меня хранится инфлюкс, это мой стационарный компьютер, на котором я вообще ничего не делаю, но у меня сделан для экспериментов. Я работаю на ноутбуке обычно, и это просто стационарный комп, там какой-то Core i3, 8 гигабайт оперативы, ну, суперстандартный офисный компьютер. Ну, на нем нормально работает и не загружает его. То есть параллельно на нем, вместе с инфлюксом, на этом компьютере еще Postgres есть, Redis, Mongo, еще какие-то там вещи старые, которые я попользовался и ставил. Ну, в общем… Окей, спасибо. Здравствуйте. У меня, в общем, вопрос по инфлюксу. Скажите, а там связанные таблицы можно делать? Нет, это не очень логично. Зачем это может быть понадобиться? Ну, да, вот. Ну, просто вопрос сразу возник, который вы рассказывали. Спасибо. Как я вижу, вопросов больше нет. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос маленький. Вот большое количество запросов к диску, а он будет от этого быстрее изнашиваться? Конечно. Спасибо за ответ. Ну, опять же, монтируем с определенным флагом, вместо того… Там основная проблема в чем? Что он, как только ему метрика пришла, он тут же ее хочет записать на диск. А поскольку метрик сыпется постоянно очень много, он чуть ли не постоянно их записывает на диск. И почему-то он не использует такое понятие, как буфер или какой-то кэш в оперативе. Что-то он этого не делает. Я не знаю, почему так сделано. Поэтому пришлось эту проблему решать с помощью флагов монтирования диска. Мы просто включаем буферизацию на диске и он, как бы, это решает на нижшем уровне эту проблему. Ну, да, можно на Амазоне запустить. Но тогда не очень сильно, как бы, надо же заплатить за него 75 долларов. А пока не видно профитов, менеджеры денег не дадут. Я так понимаю, что попереднее запитание стосовалося не звичайного диска, а именно SSD диска. То есть, если мы включаем на SSD, то ему, в принципе, все равно, сколько вы пишете данных, потому что вы просто их дописываете, а перезапис – это довольно сложная штука для инфлюкса. И поэтому SSD не сносится через постоянные перезаписы, потому что вы просто дадите данные. И ему все равно, а вот HDD втомлюется через то, что он самостоятельно выполняет цикл записов. Я верно понимаю? Да, причем он умирает, ему плохо не от количества данных, а от интенсивности запросов на запись. Это именно количество операций на запись. Это самая HDD, звичайно. А SSD эту проблему вырешивает на завтра. Ему чудово. Потому что, да, для него это нормальный тип нагрузки. Я рад вам просто писать. Теперь точно вопросов нет. Спасибо. Я рад, что так много людей досидело до конца. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Спасибо.